20 минут о красивой жизни, ярких людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. В этом году вообще рекордное количество детей, которые участвуют. То есть это более 1200 человек. Это, конечно, все непросто, с ними справиться. Но, тем не менее, коллективы все организованы. Это все, по сути дела, лауреаты и золотой фонд. Все, кто за 10 лет так или иначе были отмечены жюри. Каждый номер такой мощный, сильный, независимо от количества людей, которые находятся на сцене. Уровень детей, которые подают заявки на премию «Андрюша», он вырос невероятно. Если первый год подавали заявки дети, пока еще с невысокими достижениями, то сейчас, год от года, это практически уже готовые артисты. За день до галоконцерта состоялась творческая встреча, в которой приняли участие выпускники и педагоги, в том числе солистка Большого театра Елена Аколышева. Беседу вели о жизни в искусстве и творческом пути воспитанников фонда. Мы всегда стараемся подвигать наших подопечных к тому, чтобы они следовали по пути своего таланта, чтобы они верили в себя, чтобы они выбирали искусство по профессии. И поэтому мы решили устроить серию таких творческих встреч для того, чтобы обменяться опытом. Самые теплые воспоминания от фонда – это, конечно, концерты и поездки в творческую школу в Суздаль. А еще от фонда мы вместе с Алисой Федоренкой ездили в Париж. И, естественно, это тоже великолепное воспоминание, которое у нас всю жизнь. С фондом Андрюши я побыла в Японии, в Токио. Я выступала перед огромной аудиторией в прекрасном зале. Это был концерт, где были музыканты из разных стран. И я представляла Россию, я пела русскую народную песню. Это были вообще невероятные эмоции. Голоконцерт премии Андрюша – это всегда высококлассное шоу. Юные таланты раскрываются на сцене вместе с признанными артистами. Еще ярче их выступления делают особые спецэффекты и мастерская работа режиссера. Мне приятно, что меня однажды пригласили, доверили провести такой праздник. Потому что в детстве, я это по себе помню, ребенок запоминает каждую деталь, каждый нюанс. И, конечно же, каждого человека, которого он видит рядом с собой на сцене. Поэтому это большая ответственность – быть вместе с ними на такой вот удивительной площадке, такого красивого театра. Очень заметен накопительный эффект, потому что дети занимаются. И, может быть, когда он начал проводить конкурс, то дети не верили, может быть, в то, что можно достигнуть успехов, можно победить. И когда оказалось, что все это реально, заметно, как вырос уровень подготовки, насколько сложнее стал репертуар. Как опыт показывает, талантливый человек видно сразу. Рассматриваешь потенциал, когда мы отслушиваем, допустим, всех претендентов. Человек проявляет себя потом в работе, тоже талантливые люди. Это очень ценно – сотрудничать с самого начала и смотреть, как дети растут и поднимаются. В каждом деле – в танцах, в пении, в эстрадном пении, в оперном пении, в театральном – есть набор каких-то навыков, которые поражают педагогов. И все это еще окрашено эмоциональной составляющей, которая, может быть, и не сдавается талантом. Как Станиславский сказал, талант – это совокупность творческих способностей и творческой воли. Что такое? За 10 лет существования премии «Андрюша» поддержку фонда получили более 16 тысяч детей. Они проявили себя в хореографии, живописи, вокальном и актерском мастерстве. Новые таланты и новые возможности фонд продолжит раскрывать благодаря помощи меценатов нашего региона. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Формат этого «Фэшн Дэй» предполагает возможность узнать о красоте в разных ее проявлениях. Здесь и дизайнерская одежда, авторские аксессуары и косметика с бадами. Для гостей это также возможность лично поговорить с экспертами во всех этих областях. Образовательный конвой этого дня стала серия лекций от стилистов из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска. И здесь дизайнер. Когда он в руки взял этот шифон, был прозрачный и немножко жатый. Видите, это крэш-шифон. Он почувствовал, этот дизайнер, что из этой талии можно вылепить вот эту текучую, виловавую, такую тонкую форму наряд. То есть дизайнер знает эту картину, естественно, и он создает очень каренную игру. Имидж-стилист Ольга Меньшикова в своей лекции проанализировала, как дизайнеры воплощают в своих коллекциях мотивы полотен Вермеера и Боттичелли, а также как в своем образе можно раскрыть пристрастие к определенной эпохе или творчеству художника. Современному человеку, во-первых, важно изучать искусство для того, чтобы развивать свое чувство восприятия, развивать свой мир ощущений, эмоционального отклика на цвет, на форму. Потому что общество сейчас во многом механизировано и закрыто, и в каком-то конвейерном ритме живет. Искусство помогает выбраться из этой капсулы и по-иному почувствовать мир и себя в этом мире, и по-многому по-другому чувствовать и свой костюм, и свое пространство, интерьер. Искусство не должно оставаться оторванным от реальной жизни человека. Но я полагаю, что людей нужно учить этим связям, нужно немножко им показывать, как это нужно сращивать. Конкрет видео остается простой, очень простой. Джинсы, кроссовки, свитшот, ну да, карьер, сумка, все. Можно даже перей не одевать. Но в нем появляется стилевой текст, я его сейчас так называю. Стилевой текст. Это какое-то послание. Кто-то это прочитает, кто-то не прочитает, кто-то будет немножко чувствовать. Мой мир полностью перевернулся после того, как настолько просто, понятно, человеческим языком объяснялось, как связывается искусство и то, что я надеваю на себя каждый день, как это читать. Я, в общем-то, глядя на какие-то произведения искусства, сама пыталась находить какие-то параллели, да. Придя на мастер-класс Ольги, эти параллели стали настолько четкими. Это, конечно, было, ну, неким таким приятным инсайтом. Почему некоторые вещи становятся культовыми и по-прежнему вызывают интерес? И в чем отличие современной одежды в стиле ретро от винтажных первоисточников? В своей лекции рассказывает Ксения Лыскова. Старые вещи все-таки отличаются от новых, и детали их выдают. Пуговицы, материалы, это все равно заметно. Даже если в моду входят старые силуэты, они исполняются на современный лад из современных материалов, и что-то все равно меняется. В своем выступлении Анна Глазкова рассматривала не только текущие тенденции моды, но и глобальные тренды, которые станут определяющими для целого десятилетия. Нет понятия уже в некоторых вещах мучтового женского, холодный сезон, теплый сезон и так далее. Толерантность у нас вообще сейчас максимальная, то есть у нас очень много пришло вещей мучтового. И технический прогресс стоит на месте, у нас есть многие материалы, вы не знаете, вы знаете, разрабатываются материалы, например, какой-то плащ, где есть такие небольшие кнопки, ты нажимаешь, он меняет цвет и так далее. Возможно, представленные дизайнерами тренды могут показаться провокационными, однако то, что мы видим сегодня в форме тенденций, позднее станет неотъемлемой частью нашей жизни, как в истории моды это было неоднократно. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба, без соли, без ничего, но приятно. Вот эта легкая белая мука, мягкая-мягкая. Макфа. Основа творчества. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская одежда для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Рассмерный ряд 44 по 60. Сеть салонов «Априори». Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. И если первый сезон «Битвы блогеров» был экспериментальным, то второй оказался более осмысленным и продуманным, а задания для участников еще более сложными и изощренными. Сегодня бьются в выставочном доме, который был построен по западным технологиям. Мы рады открывать новые места, и в том числе и не только для наших участников, но и вообще для всех. Поэтому сегодня мы в таком необычном месте. Это выставочный дом, который выстроился за три месяца. Под прицелами камер. И вот здесь три этажа, 100 квадратных метров. Эксплуатируемая кровля. Это очень современная архитектура, очень современный дизайн. И, конечно, все, кто сегодня здесь на открытии, на экскурсии, очень рады и с большим интересом воспринимают. О проекте «Битва блогеров» я узнал, в общем-то, от организатора этого проекта. В принципе, очень хочется поближе познакомиться с данной темой, так как я не являюсь активным социальщиком, там, социальные сети, Инстаграм. То есть для меня эти вещи непривычные, поэтому тоже хочется и разобраться в них. Задание от партнеров – именно донести ту информацию, о которой сегодня здесь целый день рассказывают представители компании. И блогерам, на самом деле, уже пошли первые публикации. Это удается. И, в общем-то, все с удовольствием это делают. Второй сезон «Битвы блогеров» превзошел дебютный еще и по количеству участников, которые добились больших высот в своем деле. В их числе и архитектор Мария Латышева. По случайному совпадению еще и один из соавторов этого дома. Вообще-то погружение в новый, другой мир. Мы находимся здесь в онлайн-мире, в реальной жизни. А онлайн-мир, вот этот вот Инстаграм – это совершенно другая история. И, ну, я вообще люблю все новое. И поэтому погружение вот в этот мир и открытие новых-новых-новых таких вот фишек каких-то, я не знаю, новых людей, новых способов общения, донесения своих мыслей, эмоций. Я сейчас просто как жадина накопила кучу информации, и теперь я буду ее использовать. Я прям, прям жалко, что следующая битва будет только осенью, потому что я бы пошла прям сразу еще раз, потому что мне понравилось. Это такой вот, еще у нас команда, конечно, потрясающая оказалась. И хоть участники и признаются, что важна не столько победа, сколько полученный опыт, главная интрига второй битвы все-таки волнует всех, кто следил за событиями проекта. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Сегодня здесь говорят и поют только на итальянском. Фестиваль «Бен Винутти» – уникальная возможность погружения в культуру этой страны. Это фестиваль итальянской культуры, где мы танцуем танцы, которые произошли из Италии, рассказываем стихи на итальянском языке, а также играем музыку итальянских композиторов. Инициатором фестиваля является «Гимназия номер 10». Третий год проходит этот фестиваль. Ну, конечно, он набирает известность и повышается с каждым годом качество выступлений, уровень подготовки учеников. И в этом году он достиг такого масштаба, что фестиваль уже поддерживает даже Генеральное консульство Италии в Москве в лице директора образовательного отдела Джузеппе Лапорто. У нас ребята с 1 по 9 класс занимаются на музыкальных инструментах. С 5 класса ввели второй иностранный язык, итальянский, для тех, кто учится в музыкальных классах. И для того, чтобы они чувствовали, ребята, прикладной характер языка, то есть и музыкальный инструмент, и лингвистическое начало, мы решили объединить таким образом, чтобы позволить им петь на итальянском языке, говорить на итальянском языке и, соответственно, исполнять музыку итальянских композиторов. Ма синьора, ма синьора, че луна на су, ти гвардо! Он он жураре! Мы учим итальянский, это очень мелодичный язык, он очень легок в обучении, и нам очень нравится его учить. Конечно же, ребята с удовольствием участвуют в фестивале, такая отличная возможность поучаствовать и показать, свои знания итальянскому языку. Ребята я готовила в двух номинациях. Это номинация «Лирико». Ребята читали стихи итальянских авторов. И это номинация «Конора». Ребята споют песни на итальянском языке, также итальянских композитов. С точки зрения зрителя, к тому же не владеющего итальянским, все номера концерта как минимум интересные и эмоциональные. Но этот проект является конкурсом, а значит есть жюри, которые ставят оценки. Как мы знаем, итальянский язык, именно итальянский, даже не латинский, это язык музыки, язык музыкальных терминов. И самые знаменитые оперы, самые исполняемые оперы по всему миру, они итальянские, самые знаменитые арии на итальянском языке. То есть обязательно к образованию музыкальному, к образованию вокальному должно прилагаться обучение итальянского языка. Это неотъемлемо. Человек не сможет петь, хорошо петь, не зная, о чем он поет, и без правильного произношения, конечно, итальянских слов. Вообще нам рассказывали представители посольства Италии, что итальянский язык в России уже на третьем месте по его значимости, по его востребованности, по изучению этого языка. Поэтому, ну, наверное, мы тоже много с ним идем. Конечно, все дети имеют очень высокий уровень. Все выступают очень эмоционально. И им речь идет не о волнении, а именно о эмоциях, которые они хотят передать своим искусом. И, конечно, выходить одного лучшего будет очень сложно, но, к сожалению, в конце мы должны будем поставить всем оценки. Я тоже сам являюсь кувцом и могу сказать, что когда человек выходит на сцену, он волнуется и делает ошибки, зрители это видят. И мы должны будем поставить, к сожалению, оценки на базе увиденного сегодня, а не на базе их общего уровня. Я буду оценивать часть, которая называется речитационы, то есть в тени стихов, да, что касается конкретно итальянского языка. Насколько человек хорошо подготовился, сколько раз он повторил свой текст. Кстати, в нашем городе итальянским увлечены не только юные музыканты. Многие взрослые, однажды побывав в Италии, влюбляются в эту страну, начинают учить язык и смотреть фильмы на языке оригинала, о чем, кстати, свидетельствует популярность итальянских кинофестивалей, где также почти не услышишь русской речи. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Салоны «Польская одежда». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Соне Кривой 30 и Пушкина 65. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирова 159. Все сюжеты «Бьюти Тайм», новости и анонсы смотрите на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime__tv. А на этом выпуск завершен. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...